Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Marvel Битва Чемпионов. И сегодня я буду открывать снова кристаллы, и один кристалл мне немножко непонятен. Я его ни разу, кстати, не открывал, оттуда выпадает только один кингпинг, и мне хотелось бы узнать, какой мне выпадет, трехзвездочный, либо четырехзвездочный. Это для меня что-то новое, потому что, по сути, я никогда календарный, скажем так, календарь за ежедневный ход ни разу не проходил. А тут, как вы видите, у меня завершено, и он полностью пройден. Это очень круто, и, как я думаю, многие заметили, праздничный календарь тоже у меня, по сути, пройден. Остается 23 часа 59... 59 минут, странно, что осталось дней два, хотя вроде бы как должен был за 14-й день все получить, это очень странно. Но да ладно, я думаю, что... А, вот, все, все награды получены, значит, все хорошо. Как вы видите, я забрал эту награду, и да, теперь у меня осталось только получить осколки, получается, пятизвездного героя, да, пятизвездного героя, кристалла пятизвездного героя, и еще получается вот эту штуку, альфа-катализатор второй категории. Не знаю пока что, зачем он мне, но я думаю, что он мне понадобится. Сегодня мы открываем тоже очень много кристаллов, 110 штук, на мой взгляд, это не так уж и мало, и да, записываю я видос, как многие, я думаю, и так уже заметили, в 3 часа ночи. Ну, а когда еще видео записывать? Я думаю, в такое время все записывают ролики, как и я. Что ж, давайте посмотрим. У нас тут получается 110 кризов, и самый интересный, это вот этот вот, кристалл за вход. Доступен только по календарю входа. Мне и интересно, какой же персонаж здесь может мне выпасть. Здесь только выпадают кимпинги. Один третий трехзвездочный, другой четырехзвездочный. И я, конечно же, надеюсь на то, что мне выпадет четырехзвездочный. Вы спросите, почему? У меня есть двухзвездочный кимпинг, он по сути как и трехзвездочный, потому что прокачан он у меня до фула. Даже могу сейчас показать, вот он, кимпинг, 655 статистика, и в целом этот персонаж довольно неплохой. Я им довольно редко играю, но все-таки, если я получу четыре звезды, это будет очень круто. И сегодня мы постараемся его выбить. Но для начала давайте, конечно же, пооткрываем вот эти вот подарочные кристаллы. Спасибо, ребят, всем огромное, кто присылал их. Это очень круто. Мне даже присылали вот этот вот престижный кристалл героя, и это тоже очень клево. Он стоит дофига получается жетонов. И спасибо вам огромное, ребят, за это. Ну и также здесь вот, давайте востребуем сейчас вот этот вот кристалльчик. И также у меня есть еще кристаллы. Где они? Вот, большой подарочный кристалл. У меня их три штуки. Я надеюсь, оттуда выпадет тоже что-нибудь дельное, и я заполучу как можно больше разных плюшек. Мне они на данный момент понадобятся. Поэтому что ж, давайте не будем затягивать. Ну и начнем с подарочных кристаллов. Снова же открываем по 10 штук и смотрим, что мне отсюда выпадет. Так, здесь мне выпадает камень пробуждения, камень пробуждения, 75 осколков четырехзвездного героя. Сколько мне там осталось? Всего ничего, 150. Надеюсь, мне выпадет нужное количество осколков в этот раз. Хотя в предыдущий не особо-то повезло. Но, надеюсь, в этот раз хоть как-то-нибудь повезет. Открываем дальше, смотрим, что у нас тут. Тут у нас получен катализатор. Заметьте, фрагментов мы накопили нужное количество. И 350 осколков трехзвездного героя. Ну, такое себе. На самом деле я смогу открыть кристалл, но мне нужны четырехзвездные, четырехзвездные осколки. И трехзвездные. Ну что ж, у нас уж еще есть шансы. 26 крисов. Надеюсь, выпадет что-то интересное. Ну, 25. 25 фрагментов тоже пока что недостаточно. Но уже ближе. Ближе к делу идем. Это хорошо. И 150 осколков трехзвездного героя продолжить. Так, нажимаем назад. Открываем снова. И еще 10 штук. И тут у нас, тут у нас, по-моему, ничего интересного-то особо нет. А хотя нет, 25 осколков выпало. Итого 1905 уже в наличии. И у меня остается всего лишь 6 крисов. Ну, блин, надежда есть, хотя маловероятно. Мне кажется, что не повезет. Да, 150 осколков, как вы видите, выпало трехзвездного героя. Ну, блин, такое себе. Хотелось, конечно, бы накопить за сегодня. Но у нас есть еще вот таких вот 50 кристаллов. Что выпадает из них, понятия не имею. Но открываем по 10 штук и смотрим. Так, ну здесь, как вы видите, нам выпадают фрагменты. Это фрагменты, фрагменты, куча фрагментов будет. Это, конечно, очень клево. Я надеюсь, мы на что-нибудь накопим. Хотя пока что вроде бы нет. Мы ни на что не накопили. Вернуться к кристаллам. Открыли. Можно сказать, что ничего не открыли. Золотой кристалл. Откуда выпадает только лишь одно золото. Итого 4800. Потом кристалл за заданием. Что у нас здесь? Здесь у нас одни ИСа. Это хорошо. Ежедневный кристалл, надеюсь, на трехзвездного героя, который уже у меня есть. Нет, нифига. Здесь нам выпали однозвездочные герои. Это не очень круто. Так. И здесь у нас сейчас кристаллы подарочные. Открываем. И 1250 осколков кристаллов четырехзвездного героя. Нифига себе. Вот откуда нужно было их доставать. И мне здесь повезло, как вы видите. Нехило так повезло. Отлично. Значит, сегодня выпьем четырехзвездного героя. Это круто. В любом случае, мы его выбьем. Так, что ж. Переходим дальше. Престижный кристалл героя. Смотрим. Давайте раскрутим даже. Возможно, мне повезет. Потому что все-таки это подписчик мне прислал этот кристалл. И я надеюсь, женщина-то куда уехала четырехзвездная? Блин. Гамора. Весь без Д. Да. Круто. Спасибо огромное. Спасибо играть тебе большое за такой подгончик к Новому году. Ну, хотя бы что-то. Это тоже хорошо. Так, давайте кристалл арены откроем. У меня, получается, на один точно хватает. Да. И тут мне выпадает золото. Так, осколки кристалла. Дальше мы переходим сюда. И, как вы видите, здесь я могу открыть три кристалла. Разных к тому же. Это хорошо. Нажимаем и смотрим. Ну, четырехзвездный маловероятно. Мне пишут каждый раз, что, типа, ну, наконец-таки напишите ему уже, что здесь шанс выпадения четырехзвездного очень маленький. Да какая разница, маленький, не маленький. Но в любом случае я, возможно, когда-нибудь его дождусь. В этом-то и прикол. Ну, 55 осколков. Дальше давайте откроем трехзвездного персонажа. Так, хорошо. Кристалл есть. Открываем сразу же, и мне выпадает желтый шершень. Преобразовать. Ну, да, 55 осколков я получил. Конечно, в этом есть небольшой плюс. Закрыть. Особое. Что у нас здесь? Здесь у нас есть малый кристалл. Сюда выпадет, ну, максимум камень. Да, да, максимум камень. Это клево. Ну, и остается два последних кристалла. Самых, на мой взгляд, интересных кристалла. И я надеюсь, что это будет что-то офигенно крутое. Открываем. Что ж. Раскручиваем, раскручиваем. И я надеюсь, четыре звезды выпадет. Но только не три. Только не три. Четыре звезды. Да? Я ж надеюсь, четыре? Раз, два, три. Нет. Как звездочный кинген. Блин. Ну, шансы были, наверное. Хотя здесь даже они не были показаны. Но, видимо, шансы какие-то были, что мне выпадет этот геракл четырехзвездный. Ну, да ладно. Хоть что-то. Ладно. Вернуться к кристаллам. Смотрим. Самый интересный кристалл, наверное, это все-таки четыре звезды. Потому что, ну, сами понимаете, не каждый раз я их открываю. И когда у меня появляется четырехзвездный кристалл, это своего рода какая-то офигенно шокирующая вещь. Ладно. Что ж. Давайте посмотрим. Что мне отсюда может выпасть? Я надеюсь, что не будет дубля. Дубль мне не нужен. Потому что мне и так, блин, мало таких персонажей. И, блин, а нихрило так-то. Знаете, мне повезло. Я вам скажу. Ночной змей. Это классный персонаж. Уклонение, все дела. Блин, если его прокачивать, то он у меня будет просто топчиком, на мой взгляд. Это круто. Это серьезно круто. Это классный персонаж. В этом есть свои плюсы. Так, мы открыли, получается, все кристаллы, которые у меня были. 110 штук. И я вам скажу, что мне неотменно повезло. У меня есть ночной змей. Я знаю, что это за персонаж. Мне он очень сильно нравится. И здесь мне довольно сильно повезло. Потому что у меня, получается, есть, конечно же, тема для того, чтобы прокачать его сейчас. Ну и посмотреть, что он у меня способен. Так, давайте его добьем уже до конца. Да, вот так вот. 200 можно убрать. Да, 200 можно убрать. 75 можно убрать. Еще можно убрать. 75 еще. Еще можно убрать. Еще можно убрать. Нет, все. Дальше убирать не получится. Так, 16 тысяч. 16 тысяч. И он становится у меня со статами 1240. И сразу же, наверное, повышаем уровень. Почему бы и нет? Такому персонажу не повысить уровень. Естественно, повышаем и прокачиваем дальше. Дальше добиваем его. И добиваем сразу же до 10-го левела. Нехиленько. 1377 статы. И он у меня уже 2-го ранга становится. И 10-го левела. Ну, блин. Я могу вам сказать так, что персонаж зачетный. Так, здесь у меня, конечно, туча предметов. Здесь тоже. Получить все. Давайте забираем. По-быстренькому. Так, это хорошо. А то у меня через 9 часов тут исчезать начнут предметы. А это не очень клево. Ну и, в общем-то, вот так вот мы получили сегодня на халяву, можно сказать, еще одного 4-х звездного перса. Ну, как мне кажется. У меня также есть билеты понижения ранга. Возможно, даже кто-то скажет, что, ну, Ночной Змей не такой уж и плохой персонаж. Прокачиваю его. Это было бы очень круто. И, блин. Возможно, я даже с кем-то соглашусь. Потому что Ночной Змей это очень классный перс. И я уверен, что прокачать его хотят, мне кажется, и получить многие. Хотя, может быть, ошибаюсь. Я не знаю, честно. Я в персонажах не очень, но мне кажется, что вот Ночной Змей, потом Спайдермен, который мне выпал, Гильотина, конечно же, Каратель 2099. Это довольно классные персы, и мне с ними очень даже сильно повезло. Насчет Союза. Что я хотел бы сказать, наверное, это то, что, вот, как вы видите, мне выпал Ночной Змей. И я прокачал 4-х звездного Ночного Змея до 2-го ранга сразу же. Также вот мне выпал, наверное, Кимпинг. Это мне тоже. И желтый фонарь тоже мне. Вот такие вот дела. Да, и что я хотел сказать. У меня уже рейтинг 52 тысячи. Мы потихоньку растем, повышаем рейтинг. И это очень и очень круто. Мне кажется, что в скором времени я достигну уже, ну, того самого момента, когда можно будет, конечно же, сказать, что хоть что-то, хоть что-то есть в моем аккаунте такое, что... Чем можно, конечно же, гордиться. Ну, для игры, наверное. Ну, а так в целом повезло, скажем. Наверное. Что ж. В общем, я надеюсь, вам данный кристалл опенинг понравился. Потому что он был гораздо круче, нежели чем предыдущий. Выбили, выбили очень и очень крутого перса. И что ж. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok